Ребят, всем привет! Сегодня у нас последние новости по Стальной Дивизии 2. С момента выхода последнего ролика прошел почти месяц. За этот период вышло немало новостей. В частности, вышли новые дневники разработчиков. И последний пятый рассказывает нам об обновленном режиме завоевания. Об основном режиме игры, который будет Стальной Дивизии 2. Часть механик он взял из первой части. В частности, у нас остается линия фронта, которую также надо будет продвигать. Но добавляются ключевые точки. Что из себя представляют ключевые точки? Ключевые точки, по заверениям разработчиков, это будут железнодорожные и автомобильные мосты, населенные пункты, господствующие высоты, развязки дорог. То есть, все то, что на фронте представляло из себя военную ценность. На карте средних размеров будет 24 ключевые точки. По 12 с каждой стороны. Задача игрока будет продвинуть фронт вперед, тем самым завоевав ключевую точку противника. Как только вы завоевываете ключевую точку, начинается обратный отчет. В противном случае, если каждый из игроков контролирует свои 12 ключевых точек, бой будет длиться бесконечно. Классического таймера в 40 минут не будет. Соответственно, когда вы продвинете фронт, захватите ключевую точку противника, начнется обратный отчет, по истечении которого противник проиграет. Чем больше ключевых точек вы захватите, тем быстрее закончится отчет. Если вы захватите все 12 ключевых точек противника, бой автоматически завершается. Соответственно, если вы сдадите это преимущество и откатитесь на исходные позиции в 12 ключевых точек, таймер прекращается. Никаких очков вы не завоевываете. То есть, бои будут длиться до тех пор, пока одна из сторон не завоевает ключевую точку противника и не продержит таймер до конца. Исходя из этого, как вы уже могли понять, бои будут на истощение до последнего юнита. То есть, не получится, как в стальной дивизии 1, получив преимущество в первые 15-20 минут, уйти в глухую оборону или даже в минус 1, додержаться последние 20 минут и получить победу. За счет того, что вы держали плюс 2 или плюс 3 первые 15 минут. Здесь, как только противник отвоюет свои 12 ключевых точек обратно, таймер прекращается. Никаких преимуществ вы не завоевали за этот период. И все начинается заново, до тех пор, пока кто-то не получит преимущество или у кого-то не кончится боевая группа. Также, исходя из этого, как мне кажется, мы будем, ну, по моему мнению, мы будем воевать более полноценными боевыми группами. В отличие от стальной дивизии 1, где были все-таки уникальные узкозаточенные дивизии. То есть, те же авиаполевые, парашютные, танковые и пехотные. Здесь боевая группа будет более полноценна. Она будет, как мне кажется, складываться из батальонов, как было показано на карте компании. И, соответственно, какие батальоны мы в эту боевую группу засунем, такую специализацию она и будет иметь. Но, как правило, я думаю, игроки будут более полноценно формировать свою ударную группу. То есть, полноценная пехота, танки, авиация, артиллерия и так далее. Но при этом будет возможность, мне кажется, создать из вот этих вот батальонов более специализированную боевую группу. Например, для командных боев. Вот такое у меня видение по этому поводу. Ну, это все слова. Давайте более конкретно посмотрим на примерах механики, которые были описаны выше. Итак, вот у нас первая гифка, на которой показана, собственно говоря, механика завоевания ключевой точки. Понятное дело, здесь, как пишут разработчики, это при альфа еще. То есть, ключевая точка может быть оформлена не так. Здесь, как правило, здесь, точнее, как мы видим, ключевой точкой является лесополоса. Но, в целом, как я и говорил, это будут мосты, деревни, господствующие высоты и так далее. Вот. Три четверка, соответственно, уничтожает противника, продвигает фронт и перекрашивает ключевую точку в свой цвет. Соответственно, начинается обратный отсчет и постепенно вы начинаете выигрывать. Давайте посмотрим это на карте боя. Понятное дело, качество скриншотов такое себе, но какое есть. Здесь, собственно говоря, 3х3 бой. Как мы видим, 24 ключевые точки и средний размер карты, о которой говорили разработчики, это карта 3х3. Я думаю, в 2х2 будет примерно то же самое. Но, соответственно, в 1х1 будет, конечно же, меньше ключевых точек. Итак, вот советская команда завоевала 22 флажка. Тут 22 ключевые точки. И, соответственно, как мы видим в правом верхнем углу, у команды немцев остается ровно 2 минуты 50 секунд до поражения. Да, и хотелось бы отметить, ключевые точки никоим образом не влияют на доход. Доход будет фиксированный. Я так полагаю, что он будет одинаковый у всех боевых групп, то есть у разных сторон. То есть, как мне кажется, опять-таки, я не знаю еще. Вот. И никоим образом завоевание ключевых точек не будет влиять на доход. Да. И хотелось бы давать, что этот режим, примерно такой режим, был введен южными ранее. То есть, в одной из самых первых игр по варгейму. А именно в European Escalation. Давайте посмотрим, как... Да, специально установил European Escalation, чтобы вам показать, примерно. Вот. Здесь, конечно же, не было линии фронта. Ключевые точки давали нам победу. А вот эти зоны Федора и Центра давали нам доход, как мне кажется. Ну, может, я ошибаюсь, я уже давно не играл. Просто вот в нашем сообществе сразу вспомнили European Escalation. И, соответственно, я вот установил, чтобы вам показать, как эта механика была ранее использована южинами. Из последнего дневника разработчиков также стало известно, что немножко поменяли механику разведки. Теперь боевые юниты, а именно танки, бронированный транспорт, не будут двигать линию фронта и не будут завоевывать ключевые точки. То есть, можно будет заниматься полноценными бронетанковыми рейдами, не двигая при этом линию фронта. Давайте посмотрим на гифку, которую нам предоставили разработчики. Да, вот здесь мы видим, скорее всего, Т-70, 45-ка или Т-80. Пересекающий линию фронта, соответственно, он ее не двигает, в отличие от стальной дивизии-1, где вся бронированная разведка двигает линию фронта. И, соответственно, полноценные бронетанковые рейды за линию фронту невозможно. Здесь же конкретно будет возможно все. Можно будет проехать маленькой бронетанковой группой разведывательной, перекрыть узел дорог и, соответственно, перехватывать снабжение. Далее хотелось бы с вами обсудить один из скриншотов разработчиков, который я взял из дневников. Очень интересный и показательный скриншот. Итак, здесь у нас представлен ангар или оружейка классическая, которая была в предыдущих сериях Wargamer. Серии Wargamer, то есть это European Escalation, Ireland Battle и Red Dragon. И чего не было в стальной дивизии-1. Очень удобная штука. Здесь можно фильтровать те или иные юниты, сравнивать те или иные характеристики, в отличие от стальной дивизии-1, где нам надо было выходить из одной дивизии в другую, чтобы сравнивать те или иные характеристики. Но интересно не это. Посмотрите на цену танков. КВ-1С стоит 50 копеек. Черчилль 55 копеек. То есть, в отличие от стальной дивизии-1, где Черчилль стоил от 120 до 180. В зависимости от того или иного орудия и модификации. Более того, ИС-2 образца 43-го года стоит 145 копеек. Почти так же, как Panzer IV H в стальной дивизии-1. Что это означает? Это означает, что цены на технику снизили ввиду массовости боев. И более того, как мне кажется, боевые группы будут содержать в себе большее количество пехоты и танков. Гораздо-гораздо большее, чем было в стальной дивизии-1. К слову, из предыдущего скриншота, где мы разбирали механики с захватом флажков и ключевых точек. Там частично была видна доступность на момент конца боя. Там еще оставалось около 30-40 танков. Соответственно, представьте, какое количество будет на момент начала боя. То есть, до 60-70 танков в боевой группе. В зависимости от того, как вы соберете свою ударную группировку. Вот. Далее, что интересно, в правом верхнем углу вы можете заметить изменения в отображении бронирования. Здесь представлены классические миллиметры. То есть, скорее всего, приведенка башня, бортовая броня, кормовая броня и верхняя, собственно говоря, броня. Верхние броневые листы. Я так понимаю, это крыша, что ли, 50 мм или ВЛД под углом. Непонятно. Тоже до конца. Пока что. Пока не имеем игру на руках. Далее, переходим во вкладку вооружения. Здесь, конечно, тоже вопросы. Какими документами пользовались разработчики. Но за 145 мм спасибо. Опять-таки, неизвестно. Это пробитие, кто не понял. Пробитие 145 мм. Опять-таки, непонятно, на какой дистанции эти 145 мм будут. То есть, это идеальная дистанция выстрела или это максимальная дистанция. Максимальная дистанция, как мы видим, увеличена до 2 км. Точность теперь в процентах. Более удобно для массового понимания, а не вот эта вот система 2D6 с циферками. Ну и вопросы остаются, конечно. 145 мм вряд ли было у Т-34-85, исходя из тех документов, что я видел. Но, опять-таки, неясно, на какую дистанцию. Если на 2 км 145 мм пробитие, то это очень интересно. Ну, опять-таки, исходя из того, что это при альфа, расценивать и обсуждать как-то характеристики мы не будем. Просто посмотрим, что у нас представлено в вкладке отображения юнита. Далее у нас идет второстепенное вооружение, собственно, пулемет Дегтярева. И общие характеристики. Это скорость по пересеченке 32 км в час, скорость по шоссе 63 км в час, оптика. Это классические показатели даже из остальной дивизии 1. Также у разработчиков засветилась очень интересная гифка, которая характеризует массовость боев, о чем я, собственно говоря, и говорил. Давайте посмотрим, что это за гифка. Так, это не то, это тигр. Вот она. Смотрите, здесь у нас 8 танков. И при этом при увеличении, соответственно, масштаба они сливаются в стак. Ну, соответственно, это не тот классический стак, который мы управляли в Red Dragon. То есть, там был стак жестко прикрепленный. Здесь просто при отдалении для удобства 34-очки показаны в виде группировки, боевой группы. Собственно говоря, если мы управляем 8 танками просто как одним юнитом, видом сверху, представьте, какое количество танков будет на поле боя представлено. Это будут просто адские, адские зарубы. Вот такие вот новости последние, ребята. Напоследок хотелось бы сказать, что сегодня разработчик в одном из твитов ответил пользователю. Тот спрашивал, когда же игра будет доступна для предзаказа в Steam. Тот сказал четко, что в начале следующего месяца. Собственно говоря, осталось буквально пару недель, и мы сможем посмотреть на цену, которую разработчики для нас определили, для нашего региона в Steam. Хотя, я думаю, она не будет слишком отличаться от той, что сейчас есть на сайте. Как мне кажется, цена на сайте разработчиков привязана все-таки к региону, потому что спрашивал у своих друзей в Европе, там стоит максимальная версия 80 долларов. У нас же максимальная версия стоит 2600, это далеко не 80 долларов. То есть, мне кажется, в Steam будет подобная цена. Собственно говоря, базовая версия, еще раз напомню, стоит 1400 рублей, то есть обычная, которую можно будет играть. Со всеми всякими сезон пассами, но год вперед, то есть с оплатой будущих DLC стоит 2600. Промежуточные версии там, собственно говоря, сами можете посмотреть, ссылку оставлю в описании. Всем спасибо за внимание, за поддержку, всем пока.